Я просто из-за того, что думала, блин, надо уже босса пройти этого. Такая поперлась. Агра еще только не так давно проснулась. Посмотрим, как игра будет реагировать на УБС. Еще не проверяла, потому что. Ну, главное, завтра будет Borderlands. Вот, что действительно, типа, очень кайфово играть, а как это в борду. Прям, не знаю, давно удовольствие от такого от игры не получала. Причем, что от стрелялки такой. Нифига, тут комар пролетел просто огроменный. Он просто огромный. Ну что, будет он находить? Нет меня с Али? Хорошо. Строю нормально. Он после... Да, борда топ. Да, мы сейчас поиграли в ДС. Типа, и я оказалась совсем не готова. Так что у нас будет с Али Фейс. Так, нет. Далить сохранение. Я, по-моему, третью главу только начала, но... Так, клавиатура. Так, new game. Первая глава. Странные соседи. Я постараюсь по возможности читать это все, но... Вы всегда можете сказать мне, типа, Айви, заткнись. И ты только портишь. Все было как в прошлый раз. Только теперь это началась больница. Я не умею читать параллель, если что. На графон, на самом деле, не смотрите, потому что это первое впечатление. Типа, что она... Че за фигня такая? Че она не кокущая? Тут главный сюжет, на самом деле. Так, давай, ответим на звонок. Алло? Все хорошо, Сон. Теперь все будет хорошо. Можешь сам в этом убедиться. Кто вы, о чем вы, где я. Ну, где это... В принципе, понятно, мы в палате. Так, о чем вы? Можешь сам в этом убедиться. Ну, ты об этом говорил уже, да, чувак. Странно. Голос, как у моего отца. Полкай. Где-то видела эту... Она очень популярная сейчас. Типа, так что... Это неудивительно. Плюс сейчас я жду пятую главу, когда выйдет. Ой, как у человека стоит. Давай сначала, она теперь с выражением расстановка. О, писель поменялся. Ключ. Один такой глаз. Так, это я помню, какую дверь открыть здесь. Пес. А, все так поменялось. Песик. Кто хороший песик? Кто хороший мальчик? Я похоронил ее заживо, пацан. Вот и мне ответь. О! Сам посмотри. Удобно, что по цветам распределены. Типа, понятно, кто это говорит. Так, кто тут? Диана Фишер. Ну, типа его мать. А-а-а. Сейчас, дай вспомнить. Блин, я где-то записывала. Ну, давай, пять, шесть. Три. А, не, не три. Четыре, по-моему. Четыре, девять вроде. Ай, черт. Шесть. Четыре. Не, сгорело все. Короче, не помню, где-то видела эту фигню. Но первую главу я проходила. Так что... Пап? Ты не мой сын. Мой сын не убийца. It's you guilty. Это твоя вина. Мам? Что с тобой? Троеточие. Я такое тоже буду читать. Так, а... Надо бы погромче игру сделать. Я понимаю. Так, и тут я проснулся. Мм, действительно, занятный сон. Думаю, надо ставить вернуться к нему позже. А сейчас не мог бы ты поведать мне о трупе. О каком конкретно? О втором из квартиры. Мы с сосом только заселились. Это место сразу вызвало у меня странные чувства. Эпизод первый. Странные соседи. Да ладно, у кого из нас не странные соседи? Ё-моё. Здесь мы начнем новую жизнь. И, наконец, сможем позабыть о том, что и произошло с нами в Нью-Джерси. Прогуляйся по дому, подружись с кем-нибудь, пока я распаковываю вещи. Да, это мальчик, если что. Салли Фейс. Да, я не выдержала Дарк Солуса сегодня, и поэтому Салли Фейс. Я уже ответила. Так, давай в комнату Салла сначала. Там у него геймпад должен быть. Заодно вот послушаешь, как я озвучиваю, типа, и поймешь, почему я забила на озвучку. А я никак найти не мог. Гизма. Гизма, я смотрю, ты уже освоился. Здорово тебе, наверное. Так, теперь нужно батарейки. Я помню, что они на кухне. Так, самый сок начнется, по-моему, со второй главы, потому что вот второй главы я уже не очень помню. А третий я тем более не знаю. Я уже говорил, давай озвучку. Обыкновенные продукты, которые отец купил в магазине. Ничего примечательного. Там должны быть батарейки, слышь? Пакет обыкновенной продукты. А, в смысле, а где батарейки-то? Типа он должен реально сказать, что... Моя приставка, кажется, надо заменить батарейки. Ну вот же здесь батарейки. А, ладно, потом найду. Так, в ванне, по-моему... Только вот здесь это. Отец все еще плохо спит после... Девчонка-хипстер, это мальчик. Сейчас поговорим с батей. Здорово. И пацан решил отдохнуть от распаковки вещей? Отличная мысль. Мы что-то долго этим занимаемся. Пожалуй, я тоже передохну. Как тебе наша новая квартира? Может, тут не так хорошо, как в нашем старом доме, но мы будем стараться. Пока мы вместе, у нас есть все шансы превратить это место в настоящий дом. А, кто... Кто тянул меня в этот ад? Почему? Я не знаю, зачем ты начал в капхэт играть. Вот я точно не знаю, зачем ты начал в капхэт играть. Это самая тяжелая игрушка. Она еще тяжелее, по-моему, чем ДС. Не навязывает им варину гендерные стереотипы. Ну, кстати, да, он же не варит. У него же протест на лице. Так, ладно. Я скучаю по Джерси. Знаю, приятель. Но, пожалуйста, дай этому имя 100 шансов. Занятия в школе начнутся через пару недель. Там ты сможешь найти новых друзей. Ага, наверное. Найдешь, я уверен. Имей такого друга, как ты. Сама будет счастлив каждый. Так, чатик. Первый остров прошел. Посмотрим, что будет дальше. Дальше будет... Чувак, я помню, там просто соты. Ну, они такие пчелиные соты. Ты просто осатанеешь с них. Там даже раннеры не с первого раза проходят. Раннеры, Карл! Спасибо, пап. Угу. Угу. Я скучаю по маме. Ну, да. Я тоже, приятель. Я тоже. Увидимся. Постарайся не вляпаться в неприятности. Угу. Нашел, кому сказать это. Ух, стимул. Бля, готов очков, чувак. Так, я все-таки посмотрю насчет батареек здесь. Не, он все-таки не хочет находить батарейки. Ну ладно. Так, уходим. Здрасте. Потолок покрасьте. Что вы здесь делаете? Слежу, чтобы мелкие чульки вроде тебя не увидели то, что им видеть не подобает. А теперь брысит сюда. Я в деньки не нанимался. Не, это надо мерзким голосом каким-нибудь говорить. Так, я смотрела, ну... Что же будет дальше? Ну, я заметила, типа, когда я сказала, что я в Дэспо, то вот у тебя такой уже просто сгоревший такой сел. Да, хорошо. Удачи. Так, ладно, к игре. Так, я... Я в деньки не нанимался. Вы кто? Твоя блядская фея крестная. А сам-то как думаешь? Я офицер полиции. Я офицер полиции, так что прояви ко мне хоть немного уважения. Да кто-то тебя не уважения так не проявлял, слышь? Чтоб разошло в той квартире. Здравствуй, здравствуй. Добро пожаловать. Ай-я. Это уже дело полиции, парень. Почему бы тебе не вернуться к мамочке с папочкой? Если бы это было возможно. Чего-чего, умник? Ничего. Вот-вот. Тупое чудило. Во-во-во-во. Так, уходим от него. Ну, на этом это уже вроде как уже больше никого нет. Так, я представляю даже, как этот коп должен звучать. Ну, он вот такой вот, типа, мерзкий такой. Тупое чудило. Он очень странный. Так, давай сразу на третий этаж мы поговорим с мамой Ларри. Привет. О, боже. Прости, ты меня немного напугал. А ты должна быть новенький из 402-й, да? Сегодня такая суматоха, что у меня не было ни одной свободной минутки, чтобы взглянуть к вам и поздороваться. Да, мы тут вместе с папой. Меня зовут Сал. Приятно познакомиться, Сал. Я Лиза. Я здесь за главную слежу, чтобы все было в порядке. Так что, если тебе что-нибудь понадобится, не стесняйся и спрашивай у меня. Ладно? Хорошо. Спасибо. Да нет за что. Привет, Лиза. Привет, Сал. Как дела? Давно ты тут работаешь? Вообще здесь не только я работаю, но и живу. И срочно нужно будет убраться, и тут как тут. Не знаю, что тебе наговорили остальные, но тут очень даже неплохо. Для меня это место уже 10 лет как кратный дом. Нифига себе. Неплохое местечко. Это точно. Что другие думают об этом месте? Ой, да всякое. Этому зданию уже более сотни лет, представляешь? Люди постоянно на что-то жалуются. Но от меня ты жалоб не услышишь. Я им предпочитаю действия. Вижу проблему, сразу устраняю ее. Да, многие правда жалуются по всяким мелочам. Но пока что мы не знаем, мы поговорили только с копом. Который, в принципе, по-моему, по жизни недоволен. На такие мелочи не стоит обратить внимание, Сал. И ни за что не стоит так делать, понимаешь? Ты права. Дело как я, и замечали лишь хорошее. То, что нужно... А, то, что делает тебя счастливым, и не тратить свои силы ни на что другое. Смеи тему. Знаешь, что произошло в 43-й? Жаль, что у вас с отцом такое неприятное первое впечатление. Уж поверь, обычно тут все обходится... Без таких жестокостей. Бедная миссис Андерсон. Кто такая миссис Андерсон? Неважно. Не забывай себе голову ужасными вещами. Как тут можно отличить себя от скуки? А знаешь что? У меня есть сын, он твоего возраста. Думаю, вы здорово поладите. Он внизу в нашей квартире. Заклинин к нам, поздоровайся. Хорошо. Схожу, поздороваюсь. Отлично. Его зовут Ларри. Он в подвале. Скажи, что ты от меня. А так, чтобы попасть туда на лифте, тебе будет нужна карточка. Вот, возьми, у меня есть запасные. Класс. Спасибо. До скорого. До скорой встречи. Так, ну погнали, Кларе. Боже, я по-моему к первой главе просто сатанию. Так, подвал. Потом поговорим с остальными на других этажах. Но пока что вот здесь... Вот должен быть... Ага. Все, пока я не могу ничего забрать. Это типа не предусмотрено. Куча вкусной и вредной еды. Хотя я не особо голодной. А я сейчас пиццу захавал. Так. Ладно, потом немножко позже по болтам с призраком. То есть ты не собираешься озвучивать? Ну, первую главу я озвучила. И вышло не очень хорошо. Ну, я не знаю, как вот тебе... Типа, как я озвучиваю Ларри. Тьфу, Салли. Ларри, то ты будешь озвучивать, если что. Но это не точно. Да. Ларри, твоя мама сказала зайти познакомиться. Я только что заселилась в 402-ю квартиру. Да, заходи. Дверь открыта. Вау. Кулевая маска. Такой простой. Это протез. Лоль. Ой, блин. Ты уж извини. Но это не точно. Да, это не точно. Но я не знаю, типа... Пока что больше нет, чем, да? Кого тогда мне озвучит? Ларри. А откина. Отца Ларри. Тьфу, отца Салли. Ну, короче, таких... Типа вот этих копов. Так. Ой, блин, ты уж извини. Да ничего, мне говорили вещи похоже. Рад, что тебе понравилось. Эм, так у тебя, типа, под ней нет лица? А, лица нет? Что произошло? Я не хочу об этом говорить. Лады, сменили тему. Меня зовут Ларри. Я живу тут внизу со своей мамой. А я Сал. Друзья называют меня Салли Крама Салли. На днях переехал сюда из Нью-Джерси. Он говорит... Его вид говорит, да мне вообще похоже. Оно типа того. Ну, кстати, он прикольный персонаж. Салли Крама Салли. Ну, видимо, настоящих друзей у меня не было. Так что, когда эти уроды начали меня так называть, я решила ставить это имя, лишив их возможности дразнить меня. Отвечил непростой, Сал. Странно, малый. Нравишься ты мне. Мы точно поладим. Хм, твоя мама сказала то же самое. Мама знает, как лучше. Мама, мудрей. Там прям как в этом... В Рапунцель, по-моему. Песня-ка была. Почему ты живешь в подвале? Моя мать говорит, что это для того, чтобы не завелись крысы. Они уже в подвале, чувак. Типа мы уже заселились. Ладушки, приятной игры. Надеюсь, все-таки решишься озвучивать. Ну, посмотрим, посмотрим. Ну, пока что что-то перегорело немного. Хотя, посмотрим, когда я пройду четвертую главу, я подумаю над этим. Ладушки, а ты что, уже все? Уходишь? Нехорошо? Ну, хотя ладно, типа, идея-то интересная. Ну, да, если найдем голоса еще, будет вообще очень клево. Чтобы не... Ну, типа, если я буду озвучивать мать Ларри, например, из Салли, это будет примерно одна и та же интонация. То есть, это не так, чтобы особо клево. Да, может еще вернусь. Хорошо, давай. Буду ждать. Так, возвращаемся к игре. Наверен, что ей дали эту комнату бесплатно, потому что она тут убирается и все такое. Ну, да, голоса найти не такая проблема. Ну, наверное. Тут круто, мне нравится. Я могу слушать музыку на полную катушку, пока мамы нет. Круто. Ага, это подвал, словно, моя собственная бот-пещера. Прикольно. Так, я сначала подумал, что твоя мама так сказала. Была грубоватая шутка, типа... Поладилась, ну, типа... Да, есть такое немножко. Так, мне нравится твоя футболка. SF. Это, блин... SF это перс в дотке. Этот... Боже, я забыла, как его зовут. Ша... А, Shadowfin. О. Спасибо, а в написании значит Салиф в Крам Сали. Получается, у меня есть собственный бренд одежды. Ха-ха. На самом деле, это мерч металл-группы с мысловой фальсификацией. Любишь металл? Не знаю. Значит, сейчас мы это проверим. Заценик эту песню. Это их первый сингл. Альбом выйдет через пару месяцев. Так, блин, я не могу пока скип нажать. Так, сейчас сделаю звук погромче. Боже. Тут очень странный бегунок. Ну ладно. Послушай музыку. Она прекрасна. Так, лучше немножко сделаю. Сейчас, секунду. Видите? Это вот на столичком. Мне нравятся твои картины. Спасибо, чел. Это моя страсть. Да ладно, нормальным узлом. Что произошло в 403? Потише, чел. У тебя, блин, металл на полную катушку играет. Ты че? Так, все-таки надо потише сделать. Я понимаю, что сейчас фигуло начало слышно. Вот так вот оставлю. По-моему, даже меньше, чем было. Это вот. Настолько. Потише, чел. Почему? Что такое? Убийца все еще в этом здании. Откуда ты знаешь? Я видел все. Ну, точнее, я все видел, но... Ты че, под кайфом? Ах, если бы чел. Странный. Че? А, стремыч полный. А, ты знаешь, кто-то сделал? Ну, давай. Так, а? А, наверняка это Чарли. Стремный чел из 400... Тьфу. 204. На нем были перчатки, так что не думаю, что он оставил отпечатки. Че произошло? Я прищал в туалет для миссис Андерсон, и тут ворвался он, крича, как сумасшедший. Не знаю, что ты сделала. Херман все мне рассказал. Херман? Странное имя. Ладно. Так, Херман все мне рассказал. Ты тупая сука. Говорю, что... А. Он хотел его успокоить, но и слово сказать не успел, как он перерезал глотку. Я был в шоке. У меня словно паризывало че... Меня. Все, у меня рейс сломался, короче. Так. Мог лишь смотреть на все это через дыру в двери и ванной. В общем, все произошло мгновенно. Почти сразу же замял все следы. Не знаю, каким чудом, но он меня не заметил. Я никому об этом не рассказывал. Даже маме. Но я тебе доверяю. Может, скажем, копом? Я пытался рассказать детективу, но он сказал, что у меня не доказательств. Будто моих слов мало. Смеи тему. ОКЕДА. Дорога в Эль Дурадо. Это МОКВ сканер. ОКВ? А. Че такое ОКВ? Не знаю. Ладно. А, ну, настроены на полицейские частоты. Могу слушать, о чем трепется копа. Треплются. Где-то, черт возьми, его достал. Другой расскажу. Но, эй, ты мне только что отличную идею подал. Если я сделаю ложный вызов, может, получится их отвлечь, чтобы ты успел просказать на 403. Может, найдешь там какие-нибудь улики для детективов. Что-нибудь, что они упустили. Быстро ты меня на это уломал. А, быстро ты меня на взлом уломал. Ну, я просто позвоню отсюда и... Да, я прикалываюсь. Я полностью за... Я так и так хотел туда заглянуть. Чуденько. Ну, типа, отселетина. Так, каков наш план? Я позвоню и скажу, что ограбили банки, взяли заложников и копов как ветром сдует. Думаю, это даст нам немного... Несколько минут, пока они не сообразят, что им на... Что их накололи. Так, мне надо попить. Когда я позвоню, ты уже должен быть наверху, чтобы не терять времени. Можем общаться по рации. У меня есть. Так я смогу тебе маякнуть, когда пойму, что копы возвращаются. У меня вполне надежный план. Только может не ограбление банка, а разбойное донопадение на заправку или аптеку? Так будет правдоподобней. Мм, ага, думаю, ты прав. Клевая идея, Сэл. Вот, держи. Годим в свою комнату и дай знать, когда будешь готов. Блин, самый приятный шлифт на самом деле. Просто нажми shift, чтобы связаться со мной. А почему нельзя было, типа, нажми кнопку? Так. Давайте для начала мы пройдемся по комнатам вот этим, а потом уже всю паранормальщину будем делать, изучать. Все равно мы вернемся сюда. Так что... Так, ну на нижний этаж нам не особо нужно, но мы поговорим просто с... Нескакими людьми, чтобы потом просто диалоги появились у персонажей. 201. Мм, дома никого нет дома. О, слышите, там кого-то режут. Пилы. Прочее. Офигеть. Ну тут тоже никого нет. На втором этаже вроде как вся графика довольно хорошо. Почему тебя удивляет шлифт? Ну не знаю, к шрифту, типа, трудно привыкнуть. Я письменной почеркой вообще не люблю, на самом деле. Так, 204-я. Давайте поговорим с Чарли. Здравствуйте, я только что сюда заселился. Хочу познакомиться с соседями. Волна, входи. Да, сейчас приготовьтесь. Привет, меня зовут Сал. Мы с отцом переехали сюда сегодня. И что это ты напяли на свое лицо, парень? А, я понял. Ты ведь, подростки, постоянно и ищите способы самовыражаться. Почему я говорю таким голосом? Боже. Я ведь и сам когда-то был молод. Я все понимаю. Главное, что там маска не означала принадлежность к преступной банде. Ты ведь не встал пил в банду. Нет, нет, что вы. Чудненько. Ну, а я Чарли. Не трогай мои вещи, и мы поладим. Я коллекционер. И коллекция у меня большая. Это очень странно. Эти вещи мне как семья. Я, наверное, поэтому не собираюсь озвучивать, потому что это... Это еще хуже. Ну, не знаю, он так выглядит, что... Я не знаю. Он поняшек собирает. Камон, почему бы такого и не сделать? Поэтому, если ты хоть пальцем тронешь мою коллекцию, считай, что... Чего? А, считай, что наехал на мою семью. Уяснил? Я буду его делать таким голосом? Да, сэр. Не вопрос. Я не доставлю вам хлопот. Вот славно. Простите. Узри влечье моего полного набора поняшек-блестяшек. Сам брать полный набор... Чего поистине великое достижение. Смотри, на них сколько влезет, но трогать не вздумай. А что за поняшки-блестяшки? Господи, пацан. Ты что, не смотрел поняшек-блестяшек-радужное представление? Лучшего мультика не придумаешь. В нем полно драмы. Экшен. Романтики, юмора. Да и всего остального, что только душа пожелает. А поняшки... Ох, поняшки. Они божественные... Ммм, да. Это... Это было отвратительно. Приветствую. Добро пожаловать ко мне на канал. Или не канал. Я не знаю, как вообще это называется. Ну, короче, привет. Кажется, я его пропустила. Посмотрю при первой же возможности. Угу, пожалуйста. Поверь мне, ты не пожалеешь. Так. Ладно. Поговорим с ним потом? Немного. Боже, это было почти отвратительно. Так, нам надо на четвертый этаж. Поскольку нам Ларри сказала... проникнуть в квартиру? Давай, shift. Так, я у себя. Ладно, приступим. Я сейчас позвоню им и... Погоди минутку. Готово. А если какую-то... Слукотню... Похоже, наш план сработал. Теперь иди в 43-ю. Боже, этот сленг меня убьют просто. Ох, матерь. Тут сломанные журнальные столики, книги. А, с книгами. Как думаешь, это важно? Да нет, просто хлам. Ладно, тогда ищи дальше. По-любому должно быть что-то еще. Ну да. Типа. Интересно, а в шкафу у него, наверное, поняшку побольше. Не, у него вся коллекция на виду. Ну типа. Блин, не позаришь. О, ну у этого тоже поняшки есть. Тут эти фигурки, похоже, она не хватает. Потому что тут будто бы следы от нее в пятной крови. Хм. Ага, понял, как нам его найти. Сматывайся оттуда и спускайся ко мне. Блин, надо было посередине трупа-то-то смотреть немного. И Сандерсон и Чарли коллекционировали эти странные игрушки. Они прямо поехали на эту тему. А мисс Сандерсон достала какую-то супер-редкую. Это она мне рассказала, когда я ее туалет чинил. Я уверен, что Чарли хотела заполучить эту фигурку. Вообще, я не удивлюсь, если он замочил ее именно по этой причине. У меня от этого у чела мурашки по коже. Если им что-то настораживайся, смекаешь? Да, понежки-блестежки. Боже. Ого. Жесть этого мужика по-любому должны засадить. Мы же не можем жить с соседними убийцами. Точняк. Поэтому это должен проникнуть в квартиру Чарли и... Че? Поискать ту игрушку. Что я? Почему снова я? Ведь уже был в 4-3. Чарли теперь терпеть меня не может. Однажды он обвинел меня в краже его закусок. Ну ты жаробас. Ладно, ладно, сделаю. Иначе точно не усну. Суперсалик, ты мужик. Вот, возьми этот пакетик. Ты сможешь положить в него фигурку, не трогая пальцами. И почему у меня такое чувство, что ты уже подобное проворачивал? Ха-ха. Не. Просто слишком много телек смотрю. Ну, в принципе, да, это логично. Так, ну че, давай паранормальщину. А, не, рано. Рано, рано, рано. Так, я могу батарейки уже достать? Нет? Так, давай сюда пойдем. Привет, Лиза. Привет, Сан, как дела? Я познакомился с Ларри. О, прекрасно. Я рада, что вы познакомились, ребята. Я тоже. Хорошо снова с кем-то подружиться. Ларри классный парень. Я знала, что вы оба поладите. Вы двое. Вам что-нибудь помочь? Хочешь, пожалуйста, насчет того, что я так долго одно и то же... Тру одно и то же пятно? Ну, я трудолюбивый человек. Но, если честно, мысли порой куда-то уносят меня. Я теряю счет времени. Круто. У меня так же бывает. Я вот что творческая личность, как и Майлари. Хорошо, что вы поладили. Пора я переживаю за него. А, из-за чего вы переехали, я буду переживать за ним. Вам не стоит переживать. Ну, я знаю, что ответить, чтобы ее растормошить. Я буду присматривать за ним. О чем ты? Он не рассказал тебе, о чем мы с ним говорили? А, по-моему, он что-то скрывает. О, не принимай на свой счет. Ларри не любит болтать. Я только... Понимаешь? Да, я тоже порой была молчалив. Да ему немного времени, он к тебе привыкнет. Так, окей. С этим мы поговорили. А... Давайте на пятый этаж. Мы на пятом этаже еще не были. Я знаю, тут пару нычек. А, тут небольшое отверстие. Правда, ничегошеньки не видно. Будем считать, я этого не видел. Стремная херота. Он заперта. Эй. Простите, я не знал, что здесь кто-то живет. Здравствуйте, сэр. Мы в порядке? Тебе не стоило сюда приходить. Простите, я хотел познакомить с соседями и... Темное место. Это здание. Здесь творятся ужасные вещи. Мы точно в порядке? Какого? Чел пропал. А, погоди, надо было зайти. Странно. Дверь варнула... Волной закрыта. Оттуда постучали. Страшно, вырубай. Так, все-таки давай в свою хату зайдем. Может, там батарейки нашлись. Мне этот... Гербой нужен. Ну, приставка наша. Обычные продукты. Очень серьезно, нет батареек. Блин, это странно. То ли забаговала, то ли еще что-то. Точно батарейки нет? Рация, пакетик, пропуск. Нет, ничего такого нет. Ну, ладно. Так, пойдем дальше. О, этот вернулся. Секунду. Что-нибудь еще скажет? Как дела, офицер? Бо-бо-бо. Не устали его так весь день стоять. Бурчание. Есть новости, убийца? Если узнаешь, что ты пытаешься подсунуть ложные доказательства, что ж, молись, чтобы я не узнал. Какой суровый. Пойняшки-блестяшки. А, блин. Нет, нам не сюда. Нам на первый этаж нужно. Так, да, мы на первом этаже еще не были, кстати. Чего тебе надо? Не рановато ли для Хэллоуина, а? Эм. Дурацкие, бесполезные дети. О, боги, какое ужасное... Ой, извини, давай заново. Добрый день, молодой человек. Новый житель апартамента Фендисона из квартиры 402. А чем могу помочь? Откуда вы меня знаете? Я знаю все и всех в этих стенах, сэра. Лучше бы тебе не это запомнить. Можно мне войти? Боже мой, нет. Боюсь, я слишком уж ценю свое личное пространство. Надеюсь, ты меня понял. Разумеется. До свидания. Прощай, мой друг. Ну, вроде бы на этом этаже у нас детектив, но пока с ним не будем общаться. У нас наказательств нет. Так, спустимся к Ларе. Так, и тут по-прежнему нет батареек. Видимо, не сейчас еще. Так, и... Паранорамальщина. Что это было, черт возьми? Блин, настроим на херна. Херна. Так, здесь все закрыто. Боже, опять говорить много. Ух, матерь. Сколько диалогов. Так. Я у Чарли, он не подпустит... Не подпустит меня к своим вещам. Хм. Придется попробовать по-другому. Есть предложение. Еще, что мне известно о Чарли, это то, что он любит есть и собирать вещи. Ладно, я что-нибудь придумаю. Так, тот же вот провидение. Что? Опять? Только не это. Это тебе пых рассказал? Миша, все. Миша, все, ханадовые по-новой. Это точно. Так, что опять, только не это. Тебе пых рассказал? Нет, просто у меня какое-то странное чувство. А что еще за пых? Толстяк из третьего этажа. Трудно не заметить. Я в призраков не верю. Еще ни одного не видел. Ну, наверное. Что такое челком из 103? Мистер Эдисон владелец этого места. Он ни разу не покидал квартиру. Всегда общается через щель для почты. Хороший чел, но странный. Если ему скажешь чай Эдисона, будьте добры и спасибо, он заварит свой знаменитый чай. Самому мне не нравится, самому взрослой этим обезомо. Плюс еще смысловые квалификации. Боже. Это походит, типа, на такую отсылку к смысловым галлюцинациям. Типа, группе. А то. Правда, она, по-моему, как-то по-другому называется в оригинале. Но тоже на SF. Ну, типа... Блин, неплохой металльчик, на самом деле. Класс. Адаптированный перевод. Ну да. Ну, именно надо было, видимо, сделать отсылку, что у него SF на футболке. И он фанат. Но при этом и смысл не потерять, потому что это важно. Типа, смысловые квалификации, это... Ну, что-то, типа, надо расстройство разума, что ли? Что-то такое там по смыслу идет. Точно сейчас не вспомню. Нифига, его штырит. Такие хвостики только болтаются. Так, надо теперь поговорить с пыхом. Но я не бросаю надежду, что мы найдем картридж с этими. Так, ладно, давай третий этаж. Пульки тоже пытался, но слышался. Ну, там это клево. О, это у нас пых, да? Привет. О, Эм, привет. Я сал. Только что переехал. Можешь назвать меня Салли Крамсали? Эм, пых. Приятно познакомиться с Салли Крамсали. Взаимно, пых. А как ты получал свое прозвище? А? Какое прозвище? Эм, забей. Прям моя фраза. Эм, забей. В этом доме водятся призраки. Ты тоже что-то видел, так? Да, думаю, видел. Я так и знал. Знал, что я не сумасшедший. Ха! Так, ты видел того старика? Того старика. Старика? Не, по-моему, это просто спятивший бродяга, который иногда спит на пятом этаже. Но я видел много других вещей, чел. Более безумных, чем обычный старый бомж. Проклятый старый бомж. Типа предметы, которые двигаются сами по себе. Странные звуки и все такое. Я об этом всем рассказываю, но мне никто не верит. Но я тебе верю. О, спасибо, Салли Крамсали. О, однажды я видел девочку. А? Девочку? Думаю, это дочь того бездомного. Но она просто взяла и исчезла. Вот почему я закрыл ванну на ключ. Слишком страшно. Стоп. У тебя есть ключ от 504? Да, я на полу нашел. Давай вместе посмотрим. Ни за что. Я туда не пойду. Там призраки. Можешь тогда одолжить мне ключ? Я гляну, насколько там безопасно. Нельзя просто так взять и дать ключи. У меня пальцы сами собой сложились. Типа, как у Мурой Мирэн. Такой, нельзя просто так взять и отдать ключи. Но могу его на что-нибудь поменять. Так, хочешь меняться? Я знаю, что нужно делать. Надо четвертый танк найти. Ну, просто незачем второй раз будет читать. Так. К отцу зайдем. О, фига, он спит. По крайней мере, он пытается. Не пьет. Старается продолжать жить. Верит в меня? А, верит в меня. О, четвертак. Мое. С собой мы сегодня руинили. Еще много сабых было? Так, комната сала. Погоди, я хочу посмотреть просто одну штуку. У него... Что насчет таблеток? А, да. Тут еще все не распаковано. Прискорбно. Так, и пока заглянем еще на первый этаж. Надо чаек... Чаек забрать. Ой, это сон. Добрый день, молодой человек. Так, это мы читали. Чай, десна, будьте добры и спасибо. Дай минутку. Еще на харде играла, не за пару секунд. О, блин. Ну, блин, это неприятно. Держите, сэр. Приятного чаепития. Окей-докей. Так, давай на третий пока что. Мы параллельно, короче, делаем расследование и паранормальщину. Так, хочешь обменяться? Если ты доложишь мне ключ, я дам тебе... Четвертая, гербой, чая, рация, скоро вернусь. О, я, короче, все варианты нашла. Так, нет, давай четвертая. О, чувак, ништяк. На, бери. Че-то у меня какие-то пятна на мониторе, что ли? Или это графа, или у меня пятна на мониторе. Странная. Серьезно, погали, пиздец, я обосрался. Ну, здесь тоже, кстати, игрушка, которая дохрена может испугать. Так, 504-я. Нам дали ключ от ванной. Странный плач. Здесь кто-нибудь есть? Все хорошо, я тебя не трону. Я друг. Правда? Да, меня зовут Салли Крамсали. У тебя забавное имя. Ты меня не боишься, Салли Крамсали? Конечно, нет. Хорошо. А почему у тебя на голове торчат два хвостика? Их носят только девочки, глупый. А кто сказал, что такие прически могут носить только девочки? Мне, может, тоже нравятся хвостики. Я никогда об этом не задумывалась. А ты забавней. Почему ты плакала? Люди всегда убегают от меня, когда я пытаюсь с ними заговорить. Мне здесь очень одиноко. Понимаю. Порой мне бывает одиноко. Тяжело быть одиночкой. Но я не совсем одна. У меня есть... Эй, девочка. Ты здесь? Хм. Призрак алкаша. Это девочка мыла. О, пых пришел. Пых. Что ты здесь делаешь? Задаю себе тоже вопрос. Я думал, тебя пугает эта комната. Да, но тебя долго не было. Поэтому я решила убедиться, что призрак до тебя не добрался. Спасибо, друг. Со мной все в порядке. Славно. Славно. Я тут подумал, может, оставишь себе ключи? Я все равно не люблю сюда приходить. Тебе он нужнее. Ладно. Я возьму его. Но если он тебе понадобится, бери в любое время. По рукам. Должны винищи пол. Что-то грубое. Так. По идее, сейчас у меня должен был гербой работать, но я не нашла батарейки. Почему-то. Ладно. Так. Я же помню, они должны быть у меня в хате, типа, рядом с пакетом с едой. Типа, я их почти сразу же находила же. Которая тез... Да что ж такое-то, че? Может, я их не вижу? Не могла же игра забаговать просто. Брандец. Нет, только продукты. Такое чувство, как будто игра реально немножко баганула. Так, в туалете мы только что уже были. Сейчас в своей комнате посмотрим. Может, там что есть? Тут гизма. Может, я последовательность как-то игры похерила? Типа, слишком рано гербой нашла. А, в хате тоже вроде нет. Ничего такого. Он дрыхнет. Господи, комнаты. Они бы хотя бы на этажах немножко разные двери, что ли, делали. А то они все зеленые вроде как. Так. Ладно, давай к Чарли сходим. Типа, было бы очень клево, если бы везде двери поменяли. Ну, типа, хотя бы ориентированно какой-то аж сейчас. Подожди, очень странные фигурки стоят. Ангел Диамон такой. То есть, тут поняшки, а тут такие фигурки оккультные. Фанкопоп стоят. А, и так... Да, понимаю. Ты лишился дарая речи, увидев мою... Шикарную коллекцию. Конечно. Ты, главное, не переживай. Можешь заходить ко мне и смотреть на нее в любое время. Милая квартирка. Это мой личный рай. Только я и мои вещи. А, вы живете здесь один? Один? Да ты оклянись. У меня отличная коллекция. А другой мне и не надо. Ну, вообще-то, да. Славно, что время от времени ко мне заходят гости. Я скоро вернусь. Я учуял чай Эдисона. Да, это чашечку мне дал. О, обожаю чай Эдисона. Давай сюда. Пожалуй, не лопнет. Да, вкусно. Расслабляет. Блядь, он слюни пускает. А, видимо, я ненадолго задремал. Почему у меня голос дроздово? Надеюсь, ты не думал трогать мои пони. Пока я спал, сон. Ты ведь ничего... А, ты ведь начал мне нравиться. И в мыслях не было, черли. Отлично. Я рада. Слушай, если ты достанешь мне еще немного чая, я буду крайне благодарен. А то мне мистер Эдисон сказал, что на сегодня все. Тебе по жизни хватит уже. Реально, чувак. Типа, ты просто сидишь, тебе хватит. Я не оставляю попытки найти картридж. Хотя бы. О, я однозначно его используюсь. Нет. А, это то же самое. Ладно. Да блин, серьезно? Как батарейки-то найти? Так, давай с Ларри поговорим. Может, у него на кухне? Просто, блин, без герба и совсем плохо. Он мне нужен, в принципе. Так, картины мы смотрели. Ларри. Я угостил чарли чаем Эдисона. Отличная мысль. Это его точно вырубит? Только вряд ли больше, чем на минуту. Разве что как-то усилить эффект. Увидимся. То есть мы только ради этого пришли. Ну, ладно. А, у меня рука замерзла. Играть одной рукой. Пианист. Так. Не знаю, зачем мне на третий. Привет, пых. Привет, Сали Крамсали. А, он все. Он больше ничего не говорит. Я не понимаю. Типа, мне... Мне нужны батарейки для вот этой херни. Кажется, нам надо заменить батарейки. Батарейки реально должны быть вот здесь. Ничего примечательного. Пять. Короче, если я не достану батарейки... Круто достижение играть одним пальцем. Ну, типа того. Короче, вот без гербоя мы не сможем поговорить с призраком еще раз. Это... Это очень плохо. А для того, чтобы... Подожди. Сейчас я быстренько посмотрю, где найти батарейку. Может, я ошибаюсь на самом деле? Типа, и она не в пакетах? Сейчас. Пять секунд. У меня где-то было открыто даже. Так, дом ужасов. Все, я поняла. Мы просрали эту возможность, потому что вначале я неправильно ввела код. Так что... Походу, мы останемся без гербоя и без небольшого сюжета. А он, в принципе, важен. По большому счету. И реально я неправильно ввела код, и из-за этого похерила очень много. Ладно. Так, куда нам надо? Нам надо... За чаем Мадисна снова сходить. Чтобы усыпить Чарли. Так, дайте мне свой чай. Дай минуту. Держите, сэр. Приятное чаепитие. Ага, если бы я еще сам это говно пил. Так. Давайте сейчас лотерею. Что сделает Чарли? Обосрется или уснет? Есть два варианта здесь. По-моему. Да, да, да. Два. Такой. Выбирайте. Правда, это все равно не будет показано. Ну, просто. Рандомно. Я подожду пока на лифте. А какой там код нужен был? Сейчас. Мне что-то даже интересно стало. Какой код должна ввести? 0451? 5, 3, 6, 4 надо было ввести. А я ввела 5, 6, 4, 9. Почему-то. Так, ладно. Вы ничего не говорите. Так что... На хрена, чем его просроченными таблетками от желудка? Или что там? Просто в отцени будем брать его... Снотворное. Может ему пригодится еще. Просрочено слабительное. Боже, слабительное. Смог себе такого себе. А тут еще и просрочено. Это точно займет этого чудика. Ну да. В общем, очень надолго. Так, все. У нас чай... Да, чай подмешан. Зеленый стол. Ну, на самом деле, интересно, когда я знаю, что куда делать. А со второй главы будет, наверное, попроще. Я ее не так хорошо помню. Просто первую главу я ради озвучки все прошла. Ну, вот уже какое-то время прошло. Я забыла. Хотя бы тот же код, что нужно сделать. Комната Чарли. Так, принес еще немножко... А, принес еще чашечку чая. Это прозвучит странно. Несмотря на всю мою любовь к этому чаю, я знаю... А, я знаю, что в лист меня еще одна чашка. А, я не знаю, что в лист меня еще одна чашка. Правда? Но ведь он такой свеженький, вкусный, горячий. Ну, возможно. Хотя нет, я не хочу переборщить. Я и так выпил за сегодня чашек так 20. Ни херу себе. Уверена? Ведь это порция. Порцию мистер Эдисон завалил по новому рецепту. Я уже выпил три чашки. Как мне кажется, этот ведь чай гораздо лучше остальных. Я даже... Ох, я обязан его попробовать. Давай сюда. Боже. Как вкусно. Не знаю, как он... Блядь, ща, ща, ща рванет. Ах, что-то мне тяжело отсидеть. Блядь. Убегай, Салли, пожалуйста. Тебя сейчас просто накроет. Ох, кажется... Мне нужно вбязать. Сейчас же. Ну уж... Трогай ничего пока. А, не. Трогай ничего пока я... Прости. Просто ничего, а не трогай. Да, мы ничего не трожим. Так, игрушка у меня. 1-0. Так, давайте сначала, перед тем, как нести это копом, поговорим с Ларри. Блядь, ну как же жалко, что батарейки просрало. Там, на самом деле, в Герборе история идет. Окультная, немного. И она может быть важна. Ну и пока пятого эпизода нет, мы этого не узнаем. Настолько она важна или нет. Так, я достала игрушку. Отлично, мистер Лавкач. Я знал, что ты справишься. Спасибо, чел. Я там даже на секунду занервничал. Еще бы. Осталось только отдать ее детективу, и дело сделано. Покеда. Господи. Я опять путаюсь в дверях. Погоди, а может... Не, не может. Он не будет работать без батареек. Я думала, он просто Гербой будет работать. Ну, засветится, и паранормальщину все мы найдем. То есть там девочка вроде как расскажет, что случилось с Андерсом вроде как. Или нет. Я уже не помню, короче, забейте. Мы этого все равно уже не узнаем. Потому что я идиот, я просрал все. Так, ладно, давай детективу отдаем игрушку. Что здесь случилось? Здравствуйте, Иноша. Вы поселились здесь сегодня, верно? Да, сэр. Уже поговорил с твоим отцом. Судя по всему, во время вчерашних событий вы были за пределами города... А, за пределами штата. Настрою убедительное. Все в порядке. Постарайся нам не мешать. Мы расследуем серьезное преступление. Произошло убийство? Не могу об этом говорить. Кажется, я знаю, кто это сделал. Я говорил с тем парнем Ларри. К сожалению, я не могу принимать слова подростков... Подростков судимостью. У Ларри судимость. Воу. За чистую монету. Ну, я... Слушай, я ценю, что вы пытаетесь помочь. Но если у вас нет каких-либо доказательств, не стоит... Не стоит плодить слухи. Ой, блин. У меня есть улика. Посмотрим. Это из квартиры Чарли? Откуда она у тебя? Я просто ходил и здоровался с новыми соседями. Ну, понимаете, знакомился со всеми. И к Чарли тоже взглянул. Он доказал мне свою коллекцию игрушек. И я заметил, что надо из них кровь. Я подумал, что это наверняка поможет расследованию. Поэтому и положил ее в свой пакет из-под ланч. Так-так, юный детектив берется за дело. Неплохо, пацан. Прямо это к сведению. Ну, давай, в следующий раз ты сперва сообщишь обо всем нам, а не подвергнешь себе опасность. Хорошо, сэр. Договорились. Боже, у меня горло реально уже просто в минус садится. Так, ну все. Так, сейчас мы посмотрим Ларе, может, что-нибудь скажет. Правда, из одной фразы идти тоже не особо хочется. Но это вроде как последняя глава. Ну, точнее, последнее событие. Просто посмотрим. Так, это все. Он ничего нам не говорит. Можно заканчивать. К сожалению. К сожалению. Так, сейчас перед началом второй главы я схожу себе попить принесу. Хорошо, и я вернусь. Так, ничего нет. Уйти. Отличная работа, Сал. Можешь спать спокойно. Блин, его жалко на самом деле. Я не виновен, клянусь. Я думал, мы друзья. Таких друзей. За поняшек и в музей. Так. Морг. Слинуть. Поблизости никого не было, так что я взглянул в окно фургона. Еблышь. Подобно зрелище, что уже снят любого. Что уж говорить о подростке. Пятнадцать лет стать свидетелем двух чудовищных сцен. Это наверняка оставило свой отпечаток. Да? Возможно. А еще спустя годы был найден новые улики, так что было доказано, что Чарли обвинен ложно. Дивеновный человек, столько лет просидевший за решеткой. Что ты чувствуешь, когда думаешь об этом? Я не верю, что это был не он. Угу. Ты уже говорил. А что насчет Ларри? А что с ним? Как я и говорил, мы дружили, пока учились в школе. А после? Перестали общаться. Потеряли связь после выпускного. Даже не знаю, где он сейчас. Кажется, это тебе напрягает это упоминание о нем. Я просто не понимаю, зачем спрашивать одно и то же из раза в раз. Мне кажется, вы должны помочь мне. Я понимаю твои чувства, Сал. Правда. Я хочу помочь тебе, но вижу, что что-то не дает тебе двигаться дальше. Я не могу помочь тебе, если ты не будешь до конца откровеннее со мной. Понимаешь, к чему я клоню? Да. Возможно. Он очень часто, кстати, говорит, да, возможно. Ну, типа, я просто заметила такое. К сожалению, на сегодня наше время истекло. Подождите. Я... Ларри... Прости, здесь строго следят за... Трафиком. Графиком. Трафиком. Пожалуйста. Прибереги мысль для следующей встречи. Следующей встречи будет последней перед твоим судом. Позволь помочь тебе. Перед судом. Воу. Я думаю, что ты не убийца, Сал. А, я не думаю, что ты убийца, Сал. Похоже. Только вы так и думаете. Сал. Так. Это у нас началась вторая глава. Я сейчас схожу за... За питьем себе и вернусь. Не убийца, потому что ты Сал. Профлишь. Так, сейчас приду, ладно? Да. Так, я уже здесь. Так, сейчас я им анальку себе открою. Чтобы уже не отвлекаться. Триста раз. Иди, иди. Все. Так. Сал. Салли, где ты? Играем за мелкого Салли. А че он весь желтый так такой? Может, типа, от освещения зависит? Милый, далеко не уходи. Я хочу взглянуть на Песика, мам. Ты ему не слышишь? Давай дождемся отца. Он будет здесь с минуты на минуту. Но я очень хочу. Пожалуйста. Пожалуйста. Можно я поглажу Песика? Песики нравятся? Ох, ну ладно, Сал. Сейчас только корзину возьму. И мы сможем пойти вместе. Ура! Я буду у деревьев. Она даже не шелохнулась. Песика, сука. А вон Песик. Кажется, кто толк догладился. Смотрите, какой красавчик. О, сумка, ошейник. Это просто грязь. Скелеты, черепа. Что? Какого хера здесь черепа? Или это кошмар, типа? Спасибо, что пришел помочь с туалетом. Мы почему-то вместо этого. Вместо Ларри. Ну, типа, это он же пришел к Миссис Андерсон. Которую убили. Ну, вот эта, типа, умершая. Всегда, пожалуйста, Миссис Андерсон. Глаза моргнуть не успейте, как я разберусь с ним. Прекрасно. Герман бы сделал это сам. Но, к сожалению, его пальцы словно банановая кожура. Что? На улицах очень опасно. Я понимаю. Спасибо большое, Ларри. Ванная там. Вон, четыре поняши здесь как раз есть. Этот чувак похож на отца Тодда. Ну, типа, он в этой части будет там рыжий мальчик. Ванная. Ох, мать. Это было... Это было страшно. Моей мать. Какая же жесть. Эй, ты там. Пожалуйста. Помоги мне. Что-то тряслось. Вода. Она остановилась. Я так хочу пить. Не переживай. Я знаю, как все починить. Пожалуйста. Поторопись. Блять, пиздец какой. Жестко. Добей меня. Да. Please kill me. Так, тут ничего нет или есть? Или нет? Так, нет, скорее всего. Ладно, поднимемся наверх. Так-то прикольный стиль. Такая кофта, я считаю. И рваные красные эти. Такие грязно-красные штаны. И синенькие досы. Плюс синие волосы. Довольно сильненько. Работало? О, водичка. Е-мать, я-мать его расподорасила. Просто расхреначила. Бедную поняшу. Поняшки-блестяшки. Так, ну давай взглянем. Миссис Андерсон. И... И поняшки уже нет, смотри. Реально. А зачем нужна была поняшка? Если это не Чарли, не жирный, то кому нужна была поняшка? Типа, что в ней не так? Ладно, давай уходим отсюда. Ох. Кровавые следы исчезают. А. Ну все. Хрусть, хрусть. Сал, подойди ближе. Я хочу кое-что тебе показать. Может, не надо, дядя? Я знаю, что ты трогал мою поняшку. Я думал, мои друзья сал. Блядь. Это было жестко. Это было жестко. Я не была к этому готова. Я не была к этому готова. Чел, я знаю, что ты в этом уверен. Но я серьезно не думаю, что здесь водятся призраки. Я тут почти всю жизнь ни разу не видел их. Но. Что оно? Но что? Но, не суть. Что ж, мы с тобой уже достаточно давно знакомы. Я должен тебе кое-что показать. Иди за мной. Так, у нас по-прежнему есть гербой. Что я нашел в подвале. А, во. Со второй главы у нас с гербой начинает работать. Типа, независимо от того, нашли мы батарейки или нет. Это, это приятно. Готов? Всегда готов, сэр. Ой, толстовка, как у меня. Ну, почти. Только у меня на молнии. Типа, и карман не сплошной такой, не туннелем. Ого. И почему я раньше об этом не слышал? Я прохожу сюда, когда хочу побыть один. Это моя крепость-одиночество. Крутяк. Такой славик и Димон. Ты успокойся. Как классно. Я всегда хотела домик на дереве, когда был маленький. Да, отец построил мне его, перед тем как исчез. Погоди, что? В смысле, исчез? Казалось бы, вот он здесь, и все хорошо, но в следующий день он просто пропал. Ни записки, ничего. Все его вещи остались на своих местах. Одежда, инструменты, кошелек, права. Все. Он просто испарился. Черт, мне так жал и Ларри. Я знаю, как это тяжело. Твои родители не ладили? Нет, мои родители любили друг друга. Они даже почти не ссорились. Знаю, как она может выглядеть со стороны. Но отец нас не бросал. То есть, моя мама считает, что это так, но я-то знаю, что он никогда бы нас не оставил. Он услюбил. Я тебе верю. Так, что по-твоему произошло? Слушай, ты знаешь, что я не суеверный человек. А я знаю, что ты вспыхом уверена, что в апартаментах водятся призраки. Но, я думаю, дело тут в другом. В чем? Я мало кому об этом рассказывал, но я знаю, что могу доверять тебе сам. И что ты меня не осудишь. Конечно, нет. За день до его исчезновения я сделал кое-что, чем мне очень-то горжусь. Мои родители купили фейерверки и множество раз наказали мне дождаться их и не играть самому. Но я не смог устоять, чувак. Я запустил во дворе парочку и один влетел в окно миссис Гибсон и пришиб ее кролика. Поправка миссис Гибсон это та, которая нам на цепочке двери открыла и такая «Ааа, долбанутые дети там, типа, пошли нахер». Ну такая злобная. О, блин, вот это жесть. Ага. Так что я побежал проверять, как оно там. А оно разбилось, как... А, оно разорвалось, как сумасшедшая. Будто мне нужен был еще один повод ее выбесить. Эту старую каргу. Но мне было ужасно стыдно. Бедный кролик. Ну да ладно, когда я спустился в лифте, тогда я демона ее увидел. А, мы его тоже видели, да. Он притянул руку и дотронулся до меня. У меня все тело холодом прошибло. Мне было до усрачки страшно, чел. Обычно сильная независимая бабушка. Ну, блин. Возможно, возможно. Только у нее же кролик, а не коты. Это, это уже не канон. Я подумала, что схожу с ума, но он пропал так же быстро, как и появился. Сразу как двери открылись, он меня проклял из-за того, что я натворил. У меня после этого вся жизнь попиздепашила. Отец исчез. Мама на какое-то время перестала разговаривать. Я две недели проторшал в Тереке для несовершеннолетних. У меня украли велик. Я попросил так много школы, что пришлось ходить на занятия летом. Отмени одно неприятности за другим. С тех пор со мной и вокруг меня происходят ужасные вещи. Ты считаешь, что это проклятие забрало твоего отца? Понимаю, как звучит, но я знаю, что это правда. Я во всем виноват. Отец, кролик, мисс Сандерсон, все. Фу, погой, чувак. Даже если на тебя наложено какое-то проклятие, ты не можешь винить себя во всех неприятностях на свете. Не нужно брать на себя ответственность за все. А как выглядел этот демон? Я раньше никогда ничего подобного не видел. Словно движущаяся тень, размытая и темная, но с человеческим силуэтом. А хуже всего были глаза. Эти бездонные красные глаза, лет которых меня словно насквозь пронзал. Черт возьми, что? Я его тоже видел. Я видел твоего демона. Да, да ты гонишь. Когда? Я видела его в здании. Он точно такой, как ты его описывал. Висим за клаут, он и с другими призраками связан. Ох, не знаю, чел. А что если мы снимем это твое проклятие? И как же мы это сделаем? Может тут найдутся какие-нибудь подсказки, которые нам помогут? Может попробуем разузнать о призраке побольше? Посмотрим, сумеем ли мы докопаться до сути. А почему бы и нет? Терять мне нечего. О, вот сейчас можно гербой будет врубить. Хм, странно. В чем дело? Я нашел этот странный картридж для приставки в коробке с потерянными вещами. Кажется, он реагирует на паранормальную активность. Это одна из последних фотографий, которые мы сделали вместе. Незадолго до того, как он исчез. Мм, лучше продолжу поиск. Шкаф. Там ничего полезного. Сундук. Натурлайф. Кипы журналов о природе и отдыхе. На природе похоже, Акиас Лэри полная противоположность моего журнала и все пожелтевшие в шестилетней давности. Не думаю, что найду в них что-нибудь полезное. Посмотрим, что тут есть еще. Потертая косуха. В кармане нашла парочка билетов на концерт. Теперь я знаю, откуда у Ларри такой музыкальный вкус. Неплохой способ поддерживать отношения. Не думаю, что мы с моим отцом когда-нибудь даже на концерт по телеку... Не думаю, что мы с моим отцом когда-нибудь даже на концерт по телеку вместе смотрели и говорили о живом уступлении. А кубик Рубик я не могу. Кстати, запомните, кубик Рубик, он и есть в этом. В ящике есть, но при этом мы его взять не можем. то есть, вот я нажимаю, типа, просто шкатулку. Какая-то странная шкатулка. Похоже, она закрыта намертво. Давай, возьмем. А что в шкатулке? Понятия не имею, братан. Она принадлежала отцу. Что-то вроде головоламки. Я так и не понял, как ее открыть. Похоже, не хватает одной детали. Да, ты прав. Даже не замечал, что что-то не так. Ты не против, если я возьму ее себе? Нет? Забирай. Круто. Дай мне знать, если откроешь ее. Конечно. Здесь нет сигнала. Так, а как герб будет использовать? Тут мне показали, что гербой же работал. Но пока что он, видимо, не работает. Ларри. Влада, это нам стоит вернуться в апартаменты. Как скажешь. Так, а здесь я тоже не могу, да. Так, на сегодня только две главы, наверное, пройдем, потому что мой голос просто загнется, так что... Ну, мы еще только начали, так что я еще сижу. Завтра, наверное, перед бордой я попрохожу еще немножко сали. О, камеры поставили. Ну, после событий, видимо. И галузы, дирожный такой стал. Я смотрюсь и, может, смогу что-нибудь разузнать. Ладно, договорились. А мне, типа, нужно оставаться здесь и ухаживать за мамой. Она сильно болеет. Да, я заметил. Скажи, если что понадобится. Спасибо, Салли. Так, тут пока ничего. Я, кстати, редактировала эту картинку. В принципе, она ничего особо не дала. Ну, просто ее инвертировала по цветам и немного коррекцию сделала. Типа, никаких особых секретов она не, мне кажется, не несет. Твоя мама в порядке? Да, с ней все будет хорошо, но ее всегда так, на нее всегда так влияет смена сезона. Просто сильно простудал. Она придет себе. Шкора Буду. Астала Вистасали. А ты записал твою новую песню с мысловой фальсификацией? Фальсификацией? Конечно, братан, хочешь заценить? Да, давай. Высокая интеллектуальная музыка. Блин, у меня лапка замерзла. Еще очень клевая, на самом деле. при том, что ты сделал один чувак. Мне кажется, он и музыку сам все делал. Для изысканного общества. Нужно спросить у Меган. А, это вот эта девочка-призрак. У Меган знает ли она что иметь про этого демона? Надеюсь, сегодня она покажется. Давайте заглянем к матери Сави. Тьфу, Ларри. Лизе. Привет, Лиза. Тебе сегодня хоть немного лучше? Ой, приветик, Сал. Сегодня, кажется, самый пик, когда этот период пройдет, буду как огурчик. Зеленый в пупырышку. Что очень хорошо, так как работа накопилась куча. Не терпится к ней вернуться. Но пока не напрягайся особо, я дыхаю побольше. Ой, не переживай за меня, Сал. Я уже хорошенько отдохнула. Ларри помогает как может. Все будет хорошо. фига. Этих сопливых платочков просто овер нахера. Ну тут ничего нет в туалете, ладно. О, пых. Похоже, внутри ничего нет. Ага, как и в моем пузике. Такой милаш. Всем занят пых. Привет, Саликрамсель. Жду, когда парень со снеками заполнит автомат. Всегда начинаю... О. А, всегда начинаю субботу с шоколадки. О, понимаю, сам предпочитаю начинать выходные с видеоигром мультиков. Видел новый эпизод манявой женушки Рика? Это Ларри? Какая в входящих мерклицах у Рика жена была. Ларри тоже, по-моему. Ухляш-няш-няш-няш. Так, ага, он классно обожает это шоу. Я тоже. Блин, кто-то никак одежду забрать не может. Не похоже, что мне отсюда что-то нужно. Так, и прикол в том, что я не помню, что мне делать, типа последовательность, поэтому мы будем здесь вступить. Так, ну, давай для начала сходим, наверное, куда бы сходить-то. Ладно, давай с первого этажа начнем вверх подниматься. Думаю, миссис Гибсон меня пришпонит. А, прихлоп пришпонит, боже. Я читаю адекватно. Прихлопнет, я снова ее побеспокою. Ну, это как раз та, у которой кролика прихлопнули и камеру поставили по бокам. 102. Кто там? Это Сэл. Живу сверху. О, мисс Розенберг. Ты что-то хотел? Хотела? Просто поболтать. За мной? Ну, ладно, заходи. Тверда заперта. Здравствуй, Сайли. Кто привела такую юную девочку, как ты? Такой странной старой женщине, как я. Привет, мисс Розенберг. Я хотела задать вам пару вопросов, если вы не против. Спрашивайте тебя. У меня мало что осталось, но времени в достатке. Только, да только время и есть, но и оно скоро ускользнет. А может, я никогда ими не владела? Такая странная концепция, не правда ли, время? Пока сидишь здесь в одиночестве, в голове, какие только мысли не мелькают, что лежит за завесой. Если много об этом думать, мир кажется все более бессмысленным. Да, время сама настоящая тайна. Ой, совсем заболталась. Прости, милая Салли, что, ты хотела что-то спросить? Вы давно здесь живете? Очень давно. Хотя и сложно сказать, насколько. Мой старый разум едва способен удержать вчерашние воспоминания, не говоря о дальнем прошлом. Боюсь, мои дни сочтения. Скоро я обращусь в прах и мое сознание цельется с великим и таинственным ничем. Пустоты, которые наши крошечные мозги не способны подстегнуть. А я, поверь, пыталась. О да, могущественное, ужасающее, стыное небытие. Ой, прости, крошка, я опять заболталась. Она говорит странные вещи. Меня напрягает. Так, о чем ты спрашивала? Ничего страшного, мисс Розенберг. Я спрашивала, как давно, вы живете в апартаментах Эдисона. Знаешь, я ведь помню, как Эдисоны приехали сюда из-за моей, из-за мэрии, чтобы построить это здание. На самом деле, эта земля принадлежит моей семье. Эта земля принадлежит моей семье. Почему-то я подумала, что я обратно рассказала. Но я единственное, единственное осталось живых и решила продать ее Эдисону. Я подумала, что было бы неплохо снова иметь компанию. Кого-то с кем можно разделить, муки жизни. Я была молодая, и отчаянно желала начать все сначала. Какой же я была глупой. Вы жалеете, что продали землю? А, вы жалеете, что продали землю? Такие долгие жизни, как мои, всегда полно и сожалений. Лапушка. Лапушка. Хлопушка. Лапушка. Так странно еще говорит. Аббревиатура. Аббревиатура это что? Переведи, пожалуйста. Я не, я не воспринимаю. Ну, в итоге это все и теряет свое значение. Я устала говорить. Боже. Про Эдисонов. Что стало с остальной вашей семьей? Они живут где-то в городе? Их больше нет. Больше нет. Время всех нас забирает в салли. Бедный мальчик Терренс. Последний в своем роду. Терренс это как раз по-моему Эдисон, если я не ошибаюсь. Типа, об этом нигде не говорится, но Терренс это как раз мистер Эдисон. Ой, то есть он уже не малый. А, не малыш. Я вижу его именно таким. Ты мальчуганам с коньком в глазах и сердцем полным мечтаний. Посмотри на него теперь. Он никогда не хула в своей проклятой комнате. Треклятый. Да он. А, вампайр заморской рейд. Первая часть экшн. Достановлю. Я постараюсь ее пройти на самом деле. Надо нас запомнить. Напоминай мне об этом почаще. Ну или когда я буду заканчивать очередную игрушку. Напоминай мне об этом. Так, он не выходит из своей треклятой комнаты. Да, почему он все время там забирается? По-моему у него немного поехала кукушка после того, как умерла его семья. Мальчик одел такой замеченный. Собственно тени боялся. Терренс боготворил своего отца и оставил собственную мечту открыть чайную чтобы управлять его его апартаментами. Или наверное он начал прятаться в безопасности своей комнаты пока совсем не перестал из него ходить. Заход Терренс Эдисон да, это Эдисон. И притворяться из-за невероятно робкий. Пригорит от боевки она несложная но логучая. Ну возможно мы ее не в такое играли. Хотя да, пригореть может. Побитая жизнью полная неудач но разуме все такие лапу лапушка. Да, думаю все. Вы когда-нибудь видели в здании призраков? Призраков? Зачем что ты думаешь о таких вещах как призраки? Саль ты такая милая девочка. Понимаешь блин хватит ее девочкой называть. Ее боже его ты напоминаешь меня саму себя. И совсем другого времени сделай старую рост одолжение наслажай себя жизнью пока я можешь не позволяй обаянию смерти ее и многочисленным секретом поглотить тебя. Я знаю это заплазнительно но затягивает а и затягивает можешь сказать мне мы все призраки. как же она пока что не могу надо к Теду сходить к Тоду Тодд Говард Эдисон чем помочь сал откуда взялись камера развиваться мне получили приглашение ежемесячную встречу там же обсуждаются такие вопросы ой точно мы кажется совсем они забыли ничего страшного хотя я все же рекомендую вам присоединиться в следующий раз если будет такая возможность дело в том что это позволяет держать всех в лучших а все в курсе событий в любом случае я установила новую систему безопасности для всеущего блага последних событий жильцы немного нервничают поэтому я надеюсь что благодаря этой новой системе современной продуктивной системе безопасности они будут чувствовать себя более комфортно да это разумно спасибо что вели в курсе дела всегда пожалуйста вы здесь призраков не видели о присвятые небеса пожалуйста только не говори что в здании водятся призраки я прекрасно обидусь без какой-то бестолковых бестолковых фантомов пугающих моих жильцов пока Лиза болеет очень сложно сделать так чтобы все были довольны нет нет мистер все в порядке я просто я просто школьное здание делаю да и все мне чуть удар не хватил я сейчас просто не выдержу еще одну стрессовую ситуацию вы прекрасно со всем справляетесь загоняйте себя так очень добра до свидули много болтает очень я не думаю что тут кто-то живет кстати странно почему в этой квартире никто не живет там по-прежнему кого-то сверлят и пилят не хочу сейчас беспокоить он обычно по выходным репетиторствует сложное слово вообще хочу немножко уже отдохнуть но ладно я пройду этот эпизод я выдержу люди которые жили здесь раньше съехали после того что произошло с Чарли квартира Чарли без поняшек и без всего остального ванная боже этот запад до сих пор не поветнулся я туда не пойду да учитывая что мы просрочно ослабительно ему подкинули ну его нахер о сорян ребятки так сейчас они заняты наверное не стоит меня беспокоить студенты квартиры Дэвида блять он похож на детектива на самом деле о привет сам как поживаешь привет Дэвид не видел призраков поблизости конечно призраки моего прошлого все никак не дадут мне выспаться и как переехал сюда так почти не сплю а как насчет призраков ну прошлых зажильцов слушай сал завязывай ты с наркотой поверь без нее будет лучше не повторяю моих ошибок блять по тебе видно где твои штаны а да они до сих пор в стирке Сара вроде как должна была их притащить но четко как-то не сраслась понимаешь потерялись во времени что так ладно до свидули покедал он странный их внизу его родители работают по выходным никого нет дома ладно это какой был третий ведь этаж по-моему да так давай дверь 41 дали комиссали так его наверное не дома квартира роберта а я не помню кто такой роберт оу 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 сюда нельзя 404 каждый из них кто не живет возможно съехали после того что произошло по соседству error смотри и камеры здесь нет на этаже типа они с двух сторон же идут а здесь нет это подозрительно кошак кошак твою нах типичный кошак что там смотришь дружок и баланс вы закрой кошачий корм и погизма крыл странный он вообще что-то какой-то странный говно свое раскидал гизма типа он еще отвечает что-то в свою комнату зайдем о отсылка к отверду руки ножницы типа твин пикс это реально твин пикс лол это это не знаю так особо это походит на слипкнот немного может я конечно ошибаюсь но походит там гизма так жестко телик смотрит таблеточки есть чай таблеточки что с таблетки непонятно так к бате зайдем привет пап я не могу сейчас разговаривать сал у меня сроки горят а у меня после дс очков горит ничего живем так ну на четвертом ничего особо нет так пятый так тут снова ничего нет заперто тут как-то работает все очень странно но по-моему здесь что-то должно быть вроде как гербой у нас не работает о со вторая ух матерь страшно какое-то место типа клетка с кровью заперто за четвертое нужно нужно позвать позвать сюда лари чтобы он мог познакомиться с мега тогда он точно поверит что в апартаментах одесса наводятся призраки лари слышишь меня а что такое можешь подняться в 504 ага мама только что выпила свое лекарство так что еще не скоро проснется сейчас подниму подойду так что ты хотел мне показать пошли я на ванны она просто иди за мной на комнату на пятом этаже видимо видали деньги получше да чего просто подожди минутку меган ты здесь эй я хочу познакомить я своим другом лари чувак мне кажется тут никого нет боится наверное она довольно стеснительная стеснительная боже мне что-то но заложило хотя я уже давно не могу заставить ее показаться надеюсь она в порядке получается ты приходишь в эту заплесневелую ванну чтобы поболтать с мертвой девчонкой и часто ты так делаешь я уже говорила мы с ней несколько раз болтали но она довольно давненько не появлялась лари я не сумасшедшая я тебе докажу эй чел я не говорю что ты сумасшедшая как ни странно я тебе верю ты мой лучший друг и если ты поможешь найти отца то я за я правда думаю что сегодня мы можем с ним поболтать было такое чувство чувак знаешь с кем тебе нужно покорить сто он умнее всех кого я знаю а еще его тоже прет это это сверхъестественная сверхъестественная хрень я верю он когда-нибудь он как-нибудь поможет тот серьезно да никогда бы не подумал что он в такое верит он всегда казался мне таким нормальным рассудительным а ага как-то так что ж ладно пойду поговорю с ним я посмотрю что получится узнать и у меня хитрее хорошо а я вернусь домой и посмотрю как-то маму да и знаете если что-нибудь раскопаешь обязательно обижательно надо потянуться сейчас надо короче гербой отремонтировать вроде как так он как на каком по-моему на третьем или на втором на втором по-моему этаже был 202 привет привет сели кромасали пристаю что не сразу ответил мы тут сошли занятие заканчивали пусть не знакомы привет я эш и сели а На следующей неделе мы можем еще поработать над твоей алгеброй. Договорились. Увидимся, ребята. Надеюсь, мы с тобой еще разок пересечемся с Аликома с Али. Да, было бы круто. Хорошо, выходных, мальчики. И тебе. Такой, просто. Все в порядке, Сал? Ты какой-то нервный. А, да-да, я в порядке. У меня все прекрасно. Ну ладно, что тебя сюда привело? Эш, кажется, классная. А она тоже в девятом классе? Расскажи про нее. Ее полное имя Эшли Кэмпбелл. Кэмпбелл. Прям как в Дезонарде. Там, оверсир Кэмпбелл. Она, как и мы, в девятом классе. Она очень хороший человек. Ей стратум дается математику, поэтому я ее подтягиваю. Последние пару недель. Она взаимодноддом помогает мне с знаниями по рисованию. Ну, в принципе, Эш на меня походит. У меня совсем с матаном плохо. А с рисованием изи. Эш стала хороший друг. Да, наверное. Мы тоже не про Эшли поговорить про шоу. Так что выкладываем. А, точно. Прямо в лоб. Я вижу умерших. Ты про Мисс Сандерсон, что ли? Нет, тут кое-что другое. Все здания буквально кишит призраками. И я пытаюсь узнать о них как можно больше. Ммм. Понятно. Мне нужна твоя халпа. Спасибо, что поделился со мной. Думаю, я бы мог помочь тебе. С следованием всей этой паранармальщины. Знаешь, у меня есть подозрение, что в моей ванне живет привидение. Правда? Да, довольно странное совпадение, что и твои Меганы, и мое привидение живут в ванных комнатах. Возможно, трубы служат им своего рода проводником. Но это лишь моя гипотеза. У тебя приставка с собой? Угу. Класс. Идем проверим ванную. Два парня в одной ванной. Угу. Хе-хе. А, как ты обычно зовешь Меган? Приставка всегда загорается, когда она рядом? Не всегда. Обычно я просто начинаю с ней разговаривать. Иногда она выходит ко мне, а иногда нет. Ладно. Попробую проделать то же самое, что... Чтобы дух пришел на наш зов. Есть здесь что-нибудь есть? Мы не хотим тебе навредить. Мы твои друзья. Так, есть тут кто? Троеточие. Ничего не происходит. У меня приставка не загорается. Хм. У меня есть смысл. Я могу лучше твою приставку, чтобы она сильнее реагировала на место с паранормальными активностями. Звучит здорово. Для этого мне потребуются две вещи. Во-первых, что-то, чтобы усилить прием сигнала. Во-вторых, что-то для повышения электрической мощности. Хм. Например, антенна или аккумулятор. Точно. Если я буду в своей комнате. А, если что, я буду в своей комнате. Так, ну, наверное, придется... Что? Не хватать линейки? Хм. Хм. Может, она им не нужна? Поднятить Тодо и вернуться не скоро. Боб. Мне нравится твоя рыбка. Это... Это... А если это не про рыбу? Это Боб. Он классный. Родители говорят, что мне нужно чуть больше природы в жизни, чтобы сохранить баланс со всей этой техникой. У меня есть цветок из бумаги и картона и проволоки. Я зову его Фрэнки. Как-нибудь покажу, может быть. А может и нет. Вообще, я хочу сейчас закончить уже. Потому что что-то я даже читать уже начинаю просто как... Хрен знает кто. Ну, блин, мне что-то самое интересное. Сгодится для передатчика. Ключ, карта, рация. Шкатулка с секретом. Да, я пока ничего давать ему не будем. Источник питания. Так. Шкатулка с секретом. Не помню, где там... Где найти эту фигню дополнительную. Так. Ключ, карта. Сейчас, секунду, я посмотрю, чтобы особо не тупить. Потому что я уже... Так. Попасть в 43-ю комнату. Ага, это я более-менее не помню. Гербой. Надо починить сначала. Шкатулку. О, шкатулку. А, это тоже надо будет к Давиду зайти. Хорошо. Понял. Ну, короче, ничего такого нет в этой миссии. Так что можно просто... Просто шататься по комнатам. Но нужно найти проводник. Типа, мы рацию, конечно, дадим. О, блин. Страшная комната. Двека в подвал. В коробках покопаемся. Может, там что-то найдется. Так. Коробки. Ничего не нужно. Пых. Пых звучит как-то очень подозрительно. Вот реально, очень. Keep out. Так, носочки. Слушай, ты не против себя должного антенны твоего Скайера? Ну, думаю, не против. Такая кипки пули у него. Это походит на отсылку к Aliens. Типа, к чужим. Упта. О, Adventure Times. Ну, типа... Не знаю, что-то похоже на такое. Я не знаю, я все ищу отсылки какие-то к этому. Ко всему, короче. Так, ну, вроде мы все нашли. О. Меня назег потянул. Так, где у нас тут? Блин, реально, жалко придется рацию, раз хреначить. Салли Крама Салли. Ларис Хирали. Йоу. Так, источник питания. Выраз то, что надо. Хороший соображать в Салли Крама Салли. Для передатчика антенна. Подойдет. С помощью найденных табу частей. А, блин, я что-то... Я начала пролистывать уже тупо. Так. Дай мне минуту, чтобы все сделать. Я пропустила. Я реально начала просто скипать это все. Итак, он готов. Узри, супер гербой. Мм, круто. Не переживай, ты все еще можешь... На ней играть. Она ходится в режиме охоты на призраков. Только когда вставлен этот странный карточ. О, круто. А то я уже начал переживать. Однако, к сожалению, мне понадобится... Лишняя пара частей из твоей рации. Собрать ее назад не вышло. Надеюсь, ничего страшного. Лайк, конечно, особо не обрадоваться. Но ничего, это ради благого дела. Чудно. Итак, для достижения наилучшего результата тебе нужно будет полностью вытащить антену. Для этого нажми на кнопку Shift, экран разгорится, если поблизости будут зафиксированы паранормальные частоты. Пока он мигает, нажми на кнопку R, чтобы пустить мощный электронный импульс. Если моя теория верна, то такого потока электричества будет достаточно для того, чтобы подпитать ближайшие явления, возможно, даже и другие сервисистные элементы. Ладно, думаю, суки уловил. Прилагаю нам пробовать ее в моей ванной. Хорошая мысль. Когда будешь готов, нажми Shift, чтобы активировать Суперкербой. Да, из унитаза. Ммм, может, я... Бля, сработало. Черт возьми. Привет, что такое? Я даже и подумать не мог, что он их убьет. Все это моя вина. Кого? Стэйси, ее дочь. Боже. Как я мог влюбиться в замужную женщину? Я надеюсь, я не тихо говорю. Ну ладно. Так, следуя за его сердце, не грех. Да, ты романтик, как и я был. И его с твоей стороны. Я понимаю, что не стоило этого делать. Мы хотим помочь вам. Почему бы... А, почему вы не покинули это место? Мы никогда не сможем уйти. Что вы имеете в виду? Вы не можете упаковываться с миром? Двоеточие. Что держит вас здесь? Эти люди, а мы с красными глазами. Можете нам рассказать, что не... Нет, 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 нет. Что? Что происходит? Он тут. Кто? Красноглазный человек? Тот, которого убила Стэйси, ее дочь. Не нужно идти. Простите. Бля, слился. Просто потопом слился. Это было вполне настоящее разумное привидение. Никогда такого раньше не видел. Ты в порядке? Да, все нормально. Просто одно дело читать о паранормальных явлениях, строить определенные гипотезы, а другое видеть их наяву. Я понимаю, о чем это. Не так-то просто все это переварить. Что ж, у нас мало работы. А, у нас много работы. Думаю, на сегодня мне впечатлений достаточно. Остану все тут и проведу кое-какие исследования. Хочу почитать историю апартаментов Одессона. Может, найду что-нибудь о прошлых жителях и, возможно, убийствах. Было бы здорово. А я пока поищу это место. Еще место повышенной паранормальной активности. Отлично. А, кстати, я заметила, что твой игровой картридж как-то подозрительно трещит. Возможно, тебе стоит его проверить. Возможно, это не картридж, а жопка. Типа салия. Боже, эта игра слишком напичкана текстом. Так, по-моему, есть 4 места, которые я могу юзануть на паранормальщину. Сейчас посмотрю. Это картинки должны быть. А, ну, в принципе, понятно. Довольно очевидное место. Так, блин, я что-то не очень хочу на 5 этаж идти, но ладно. Вот вторая Ё, сатаняша Больше здесь ничего нет Четвёртая Заколочена досками Но мы сможем потом её открыть Ой, блин, не-не-не, не уйти Я же хотела с Меган поговорить О, Хрикон А я не могу с ней поговорить Здесь её нет Сотрите Четвёртый этаж Надо потом будет лом достать у этого Так, ладно, давай к Ларе Заглянем Мистер Пых Какого-то хера он начал чесаться Ту Ларе вот здесь Точно какая-то активность есть Какого? Заглянем Ту-дин-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю Заглянем Супер Гербой Это тот Насмастерил Слушай, очень круто Погоди Это что, моя рация? Ой Да, ему Понадобились Е-Чеси для Апгрейда Вот я если ты не против. Я могу достать нам новое. Блин, ну ладно. Ничего страшного. Надеюсь, это поможет нам разознать побольше пар призраков и мои проклятия. Согласен. А. А, стол листы стали. Давайте тогда на сегодня закончим. Что-то я вообще устала. Я даже читать не особо хочу что-то. Поэтому остановимся пока на этом. А, хотя, сейчас. Поскольку мы здесь, поговорим сейчас в домике Ларри. С призраком еще одним. И закончим на этом, пожалуй. Ай, спокойной ночи. Тебе тоже спокойной ночи. Ну, сейчас я... Поболтаем еще и я завершу. Как раз, пускай хотя бы... 20... 25-20 это... 7 минут пройдет, я думаю. Так, инфа. О. Это страшная херня. Блин, она... Намного пугающая. Пугающая. Сал. Кто вы? А, Лои Джим Джонсон? Не... Ты об... Сал. Не... Оп. Так, блин, не... Об этом и знаю. Это Сал. Блин, тут три буквы перед Е стоит. Че-то Ларри. Мне... Ни... 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 Кому... Фиг знает, короче, что написано. Ладно, похер. Вы пропадаете, плохо слышно. Прости, у меня мало времени. Помню о красном... Глазе, по-моему. А, нет, Ри. Ну, че-то по... Красном... Оке или красном глазе что-то. Что такое должно быть? Ты должен помнить о красном... Шоре. А, о красном шаре. Понял. Красноука, красный глаз, красный шар. О чем вы? Что... Что вы такое? Должен идти. У нас... Нет. Не... Да. Красный шар. Попытаться умереть. И... Эээ... Не знаю, короче. Трудно. То, что могу понять, я понимаю. Но... Типа, слишком много пропущено. Только решил, что призрак... А, привык к призракам. А тут такое... Это было... Чтобы это не было. Ну и странная у меня жизнь. Да. Ну, наверное, вот это мы и закончим. На странной жизни. Потому что это довольно прикольно. Так. Ой. Зачем я главное меню сделаю? Та-рун-тун-тун-тун-тун. Ну, музыка здесь клевая. Ладушки. Спасибо всем, кто смотрел. Спасибо, что подписались. И... Завтра перед Бордалленсом я, наверное, еще... Ну, да пройду вторую часть. И потом будем уже в Борду играть. Четыре, наверное, так же и начнем. Так что... Давайте. Пока-пока. Всем спасибо. Все свободны. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok